Детских площадок спортивных, мной. Ждали детскую площадку, получили автостоянку. На территории бомбоубежища по улице Дзержинского строят платную парковку. Жителей микрорайона такая перспектива не устраивает. Автостоянок в округе хватает, а вот площадок для детворы нет. Здесь был небольшой детско-спортивный городок. Пусть не в очень хорошем состоянии, тем не менее, здесь постоянно дети у нас, подростки, занимаются футболом, играют постоянно, покрасить его там, подремонтировать, потому что это нормальное место для проведения досуга детей. Бомбоубежище также пользовалось спросом среди любителей алкогольного досуга. После увеселительного отдыха оставались стекла, пакеты и пластик. Площадку навещали и собачники, которые не убирали за своими питомцами. Выходят, курят тут и пьют. Невозможно никто, вот взять с них же женщин, ни внуков, ни детей, никого не вывеси, потому что бутылки, склянки, бутылки и пусы. Жители восьми домов по улице Дзержинского хотели получить на спорной территории место отдыха и пытались поучаствовать в муниципальной или краевой программах по благоустройству дворов. Но и тут загвоздка, ведь земля над бомбоубежищем городу не принадлежит. Заброшенный объект был в собственности ГОЧС. Позже перешел в ведомство федерального предприятия «Росразмещение», которое и сдало территорию в аренду сроком на полвека. Все законно, тем не менее местные до сих пор надеются на детскую площадку. Я живу уже в доме с 1987 года, со дня постройки вот этого дома. На протяжении этого всего времени мы просим на бомбоубежище сделать спортивную и игровую площадку для детей. Дети сейчас у меня уже взрослые, старшему 34 года. Как видите, площадки до сих пор нет. Новый хозяин бомбоубежища во время стройки автостоянки убрал мусор, ржавые металлические конструкции, оккультурил растительность, прочистил ливневки и канализационные люки. Плюс ко всему владелец парковки пообещал жителям, детский игровой комплекс пусть не на всем участке, но будет. В скором времени, после того, как будет все приведено в нужный вид, будут подпилены деревья, будет устанавливаться детская площадка для маленьких детей и их мамочек. Для того, чтобы мамочки с колясками были спокойно сидеть в тени. Строительство детской площадки не входит в условия договора аренды. Владелец парковки решил возвести игровой комплекс от себя лично. При проведении рабочей встречи с арендатором данного земельного участка достигнута договоренность о размещении детской площадки между многоквартирным жилым домом и огороженной территорией. На основании вышеизложенного нарушения земельного законодательства в действиях арендатора земельного участка отсутствуют. Все ответы по жалобам даны заявителям. Арендаторы будут и дальше следить за территорией бомбоубежища. Устроит ли новая детская площадка местных жителей, покажет время.